Ох, ну шо, ребятушки, доброе утро! Всем привет-привет! Всех приветствую на своем каналчике! Ну шо, надо вставать, надо двигаться вперед! Погнали! Сегодня, ребятушки, вы посмотрите, как живу я! Я далеко не олигарх, может, вам хотелось бы, конечно, посмотреть, как живут олигархи-харховчане, но... просто... я не с богатой семьей, я с обычайной. Поэтому посмотрите мой денечек, как он проходит, такой лайфстайл, вставил, и как мы тут выживаем в Харькове. Всем приятного просмотра! Доброго было и позитива! И мирного неба над головой! Ну шо, ребятушки, жарим, собственно, яичницу уточню. Сегодня решил шикануть. Люблю колбаску пить жареную. Правда, колбаса стоит 65 гривен килограмм. Ну, то есть, сами понимаете, какая там за колбаса. Ну, не все страшно. Сейчас еще сюда яички пойдут. Мы, как говорится, не с богатой семьи, поэтому нам и по 65 подходит колбаса. Спустя 5 секунд колбаса уменьшилась ровно в 2 раза. Вы заметили по толщине, ребят? Просто испарилась куда-то. Ну что, давайте перевернем. О, так ты что! Так куда? Вот это тема, я понимаю. И яички сюда присутствуют. Знаю, чем с колбасы, наверное, просто вкусом. А с яиц, собственно, заряжусь белком на полдня. Так что, ребятушки, такие делишки. Ну, выглядит красиво. Выглядит, как будто колбаса по 200 гривен. Но, по факту, за 65. Смотрите, в разрезе колбаса, чтобы вы понимали. Клееночка такая тут, ну, короче. Размеры. В общем, то, что надо. Но я, честно говоря, непривередливый. Я всю жизнь такую хаваю. Напишите вы, какую хаваете, ребят. Вообще, признаете это колбасой или нет? Или это какая-то непонятная тема? В Ленинске купили вот такую сольку. Как я понимаю, это польская какая-то, видите? Ну, типа, мивины. Но за 50 гривен ты получаешь такую банку огромную. Ком, 50 отдавали, если не ошибаюсь. Ну, там вот, видите, вот. Все присутствует, типа. Но, в основном, тут много соли. Просто банально соли. Но для яиц и такого там, макарошек, то, что надо. Короче, ребятушки, натюрморт просто пушка. Кстати, сегодня с утра проснулся, ребятушки. Сходил, собственно говоря, на Белый Трон. И понял, что у меня срачка. Всем приятного аппетита, кто хавает. Ну, это, как говорится, факт. Этим тоже надо делиться. Мы же все, как говорится, не идеальные. Кстати, пью или Лапирамид, или Фталазол. А что вы пьете, что вы посоветуете, ребзя? Отчего, конечно, ребят. Вот, кстати, наша яичничка. Но мне кажется, что это просто-напросто банально от воды. Потому что баклажка одна. Она у меня живет на тренировке месяцами. Ну, вот эта где-то... Этой уже было около двух-трех недель. И она, конечно, моется. Но как помоешь нормальную баклажку с той же Моршинской, да? А вода наливается с автоматов. Вот. То есть, вот видите, думаю, баклажечка пятилитровая. С автомата налитая вода. И туда просто переливается банально. Это вот за вчерашний день и за ночь водичка ушла. Опа! Надо убрать, кстати, заодно. Правильно, порядок же должен быть. Мне там писали, Саня, убери. Да, чтобы был порядок. Целый день дома сидишь. Все, погнал, убираем. Будет видео, блядь, Саня, уборщик хаты, блядь. Целыми днями швабра, тряпка и убирается, короче, поняли? Пылесосит. Такой вот этот веерочек у меня, как в коттеджах, вот убирает. И Саня, та-та-та-та-та, пыль гоняет по хате, ходит. Все, видео закончилось. Сука, что у людей в голове, я не знаю, блядь. Война в стране, блядь, пиздец. Бомбы, ракеты падают, РСЗО хуярит, блядь. Кассетные бомбы, блядь. Эти, как его? Фосфорки, все дела. У тебя, говорит, пыль там возле котячей мысли. Повытирай. Я, конечно, все понимаю, можно засраться, если вообще нихера не делать жестко. Но вот это уже, когда шиза у человека в голове. Ну или просто он никогда этого не видел, не слышал. У него просто в жизни, единственный смысл в жизни, чтобы в квартире было чисто. Все. Больше ничего его не интересует. И что, что гуся душит до 100 лет? Главное, сам, в одиночестве. Главное, чтобы в квартире чисто было. Кстати, ребятушки, вот такая красота у нас получилась. Еще добавил цебулинку и помидорчик. А, блин, стол, посмотрите, что у меня со столом. Вот это да. Донаты, кстати, открыты в описании. Моно, приват. Так что можете на новый стол. Всю жизнь работал, на стол не заработал. Что делать, что делать? Ну, хавать мне это не мешает. Кстати, аспарканчик еще у меня тут присутствует. Нормальная тема, я вам должен сказать. Судороги убирает. Красота. Сижу, кстати, ребятушки, хаваю. Всем приятного, кто точит. И еще хочу сказать. Смотрю я американца. Прикольный канал. Заходите. С нетерпением всегда жду его выпуска. Что, ребятушки, похавал. Сейчас лежу, монтирую вам видосики. Они же сами не монтируются, представляете? Надо, короче, монтировать, оказывается, их. Вот. Монтирую, короче, видосики. Занимает это тоже несколько, так скажем, десятков часов в день. Порой бывает там часик-два. А порой, конечно, если несколько видосов, то надо потратить довольно-таки знатное количество времени. Смотрю, короче, паблики. Я офигел. Уже среди белого дня. Шмаляют там по центру. Люди бегают, прячутся в метро. Вот вам и пожалуйста. Вот вам и Харьков, как говорится. Пока в Киеве там показывают то же самое в пабликах, в тиктоках. Там тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Дискотечка. Дискотека. Дискотека-века. Да? Ну, как-то я не знаю. Напишите свое мнение по этому поводу в комментах. Кстати, что-то пойти сделать. Думаю, потом помонтирую. Поснимаю для вас видосик, что я там типа дома делаю. Распахиваю и так далее и тому подобное. Но по факту я понял, что я от горшка не могу отойти, блин. И на какой-то десяток метров. Так что как-то так. Лучше пока, как говорится, подождать. Пока подействуют таблетосы. А потом уже пойдем что-то и поделаем. Но это не точно. В Харькове и живем. Готовимся к зиме. Рубаем дровишки. Еще, конечно, там зима долго, ребятушки. Как говорит Детоля. И дровишки, я думаю, пригодятся. То, что там тоже что-то говорили, что будут выселять, заселять. Там кого-то в некоторых домах нет отопления. Известно, что будет, что от этих придурков можно ожидать. Которые могут и в газ, и куда попало, не дай бог, попасть. Что потом, если не будет ни газа, ни света. Будут дровишки, будем топить дрова. Так что как-то так, ребят. Наша на базе, да, машин? Такая хорошенькая, манюсенькая киселечка. Ребятушки, еще в шкафчик мне надо, собственно говоря, вот такую штукенцию приделать сейчас будет. Вот таким и занимаемся целый день. Вот такое, ребятушки, у меня давление. И, конечно, жарище, это просто трэш на улице, я не знаю. Уже умываешься, ходишь полотенцем, вытираешься. Пятое-десятое, блин, эти дрова. Фух, рубаешь-рубаешь. Сейчас еще покажу вам, хочу виноград сегодня побрезать. Ребятки, начал, короче, подсыхать вот этот виноград. Не знаю, сегодня, короче, сейчас пообрываю виноградик. Срачка, куда его ем? Ну, а что с него сделаю, посмотрите в отдельном видосе. Кто догадался, напишите в комментах. Ребятки, а кто там слышал что-то за этот самый? Скажите, я скажу. Фух, жарище на улице, конечно, капец. За то, что кулиничи вроде бы как уходят от нас или что, я так и не понял. Вроде бы во Львов там переходят эти кулиничи. Ну, я так думаю, ребятки, что, ну, что-то по-любому этот типок знает. Это не просто так, собственно говоря, если переходит в этот заводик. Конечно, с одной стороны это пугает, а с другой стороны мы уже пуганы и такие, что чего нам, собственно говоря, бояться. То дело, как говорится, такое. Ну, говорят, что в Харькове остается. Ну, я работал на кулиничах на этом заводе. Я вам должен сказать, что не так-то легко перевести этот завод к кулиничи. Ну, не так легко, как все рассказывают там. Особенно вот этот третий завод, который делает батоны. Я на нем работал. Черный хлеб. Это не 5 секунд. Кстати, работал, когда мне было 18 лет. Доучивался еще в колледже. Днем учился, а ночью работал. Вот такой Санючек у вас без денег. Днем учился на дневном, а ночью пахал на заводе 12 часов. Представляете? Вот такие делечки. Ну, с другой стороны, был молодой, я вам должен сказать. Не высыпался, да. Но, в принципе, сил хватало. И сколько я там хлеба не хавал, а хавал я его всю смену. Там то батоны, то багеты особенно я любил. А жирок как-то не завязывался. А теперь уже, как говорится, когда возраст, и давление скачет, и жирок завязывается, и все, что хочешь. Так что такие дела, ребятки. Ну, мы не унываем, все будет суперхуд. Давайте, только вперед. Что ты там, начали на расслабоне под лавочкой прячься, да? Жара, скажи, неимоверная. Покупать бы тебя, но шампуня нет. Осы кусают, ребят, определил я. Осы, видите, он сразу утекает, когда слово осы говоришь. Сейчас покажу вам. Пойдем здесь покажем, где осы тебя кусают. Погнали. Вот тут, короче, у меня в этом сарае постоянно осиное гнездо, вот здесь изнутри. Я каждый год выкидываю это осиное гнездо, блин, а вот же ж вольер. И они все равно тут заводятся, короче, ребят. Я не знаю уже, что делать, честно говоря, с этим всем. Но осы заводятся. Вот такая фигня. Ну, видите, кусают его за бачок или еще за что-то. Он, короче, чешется постоянно. Ну, это же больно, конечно. Осы, заразы такие. Не выведешь их ничем. Напишите в комментах, чем можно вывести. Заново делают гнездо свое и заново, собственно говоря, плодятся. Опа, котяра. Видали, сиганула с крыши на пол, блин. Скотлованы тут, конечно, нарыл капец. Посмотрите, просто трешак. Уже шубульдозер накопал. Так, может, наверное, и яблоня этой зимой замерзнуть может. Так, ребятушки, сегодня я хотел бы вам рассказать, собственно говоря, про мой так называемый, как я его называю, первый мотоцикл. По факту считался он типа как мопед по документам и так далее, и тому подобное. Но это очень такая специфическая, интересная история. Почему я называю мотоцикл? Потому что там было не 50 кубиков фактически, да, а 76, по-моему, если я не ошибаюсь. Там стояла коробка полуавтомат. Не было там никакого сцепления, просто клацаешь передачи. Но здоровые колеса, нормальная рама. Я его покупал, он еще был из первых тех. Покупал я его на барике, уже были подкрашены, собственно говоря, на нем крылья черного цвета. Фотку, я думаю, до этого вы посмотрели, либо же я здесь где-то вставлю. И что хотел бы вам сказать, ребят. Шлема два было у меня китайских по 50 гривен, я помню. С Кентом мы ездили на Баварию, на птичий рынок. Это больше, по-моему, 25 километров. Еще тогда не знал особо дорог города. И, короче, шуровал через центр, чтобы вы понимали. По московскому и туда, короче, через центр на Баварию, прикиньте. И обратно. Даже один делал пидстоп, так скажем. Брал с собой термосок, брали бутеры с Кентом, короче, перекусывали. И ехали потом обратно. Тоже, как помню, тогда ехали. Тип выскочил. Знака тупо за кущами не было видно. Мой кентюгик вообще в шоке был. Говорит, да вот это ну и нахер, я больше никогда не поеду, типа, туда-сюда. Кстати, ехал, я вам должен сказать, этот моцик вообще достойно. 1,8-2 литра Хавал, я вам должен сказать. Японский карбюратор там стоял. Там такая была переходная модель. То есть, и некоторые запчасти действительно были качественные, ребят. Вот. И, что вам могу сказать. Хавал 1,8-2 литра. Пер больше 80 км в час именно на Изи, да. Легко. И я, в принципе, был им доволен с головой. Переоформлял. Переоформил его по цене, по-моему, 50 с лишним долларов. Тогда, когда вот это была акция, что, типа, бесплатно переоформляете, там, в АИ, 5-е, 10-е. Переоформлял я в итоге с бегунком. Ну, бегунок там был какой-то начальничек. Короче, завели меня туда, жили-были. Он мне еще и автоматом поставил, короче, два знака возле дома. Потому что у меня не было знаков, постоянно были ДТП. Я пока с ним оформлял, говорю, так и так. Он говорит, завтра, говорит, будут знаки. Просыпаюсь в снатоле, уже знаки стоят. Прикиньте, я офигел. Главное, стопы, все дела. Короче, стоят четыре знака, все четенько. Так что, может, из-за этого была такая дорогая цена, как говорится. Знаки входили в стоимость. Ездил я на нем на работу. Работал тогда на стройке. Возил, что только не возил, короче, ребят. Вот именно по стройке много чего. Там двухметровые эти уровни, 5-е, 10-е. Я болера возил, батареи устанавливал. Болер, прикиньте, 50-литровый, по-моему, я возил вообще на изи. На багажник его с эпицентра в эпицентр, будмены, 5-е, 10-е. Ну, реально, я вам должен сказать, аппаратик достойный. Потом продал уже, когда купил себе аку. Попал один раз в нем в ДТП. Сигнал у меня был еще такой, ребят, стоял интересный, короче. Сигнал стоял просто с машины. Там же был 12-ти вольтовый аккумулятор. И вот сигнал стоял с тачки там обычной. И фафакал я когда-то, прям как на Волге ехал. Все оглядывались, типа, туда-сюда. Ну, вам могу сказать, что я единственный мотоциклист был, который соблюдал правила дорожного движения. То есть ехал даже местами в потоке. И всегда показывал повороты и так далее, и тому подобное. Что сейчас очень редкость, ребят. Это очень большая редкость. Права у меня есть от мотоцикла до фуры включительно, если кто не знает, если кто не в курсе Ребзя. Вот, что еще по нему могу сказать. Ну, аппаратик достойный. Сразу резину поменял хорошую, поставил. Литые диски. Попадал в ДТП. Вылетел, короче, тип прямо передо мной. То есть я ехал 50 км в час. Реально, без прикола. Поехал купить шампунь-ковер, постирать дома Керхером. Взял с работы Керхер, думаю, постираю дома ковер вот этот еще советский. Ну, еду, короче, с базарчика, кто знает, наш базарчик. Еду, короче, сюда, вниз по КСО распускаюсь. И тут на светофоре он мне должен был уступить дорогу. Он тупо вылетает передо мной, типа по барабану на того этого самого мотоциклиста, короче. Я в шлеме ехал, все как положено. Короче, я ему колесом своим вношу стойку в машину. В иномарочка, по-моему, КИА какая-то вчера-то была, че не знаю. Коленом двери. Отлетает сзади у меня багажничек был такой зачетный, знаете, под ключ. Отлетает через машину. Короче, это просто трэш-контент на самом деле. Колено опухло огромное. Болело, я не знаю, лет пять, наверное, болело колено. Я вам должен сказать, что, но и даже до сих пор, когда, ну, я чувствую уже вот эти вот приколы, да, как пенсионеры. Вот это колено поврежденное, я не обращался ни к врачу, ничего, думаю, да я очковал, думаю, ну я нахер, начну там что-то понахать, еще что-то. В общем, зажило так, шлепаю, короче, так. Бывает там какие-то простреливает там, как всякие, ну, такие приколы. Бывает по ступенькам подымайся, но раз там как током простреливает тебя в это колено. Ну, возместил, хорошо, что шли люди, говорят, да ты ехал на зеленый, мы все видели, пятое-десятое. А так тут выходит, о, сраные, блядь, долбоебы, блядь, пятое-десятое, не прав, ничего. Я говорю, у меня есть права, штрих, говорю, что ты мне рассказываешь. Ты ехал, ты мне должен был уступить дорогу. Начинает потом, у меня там жена беременна, я сам врач, пятое-десятое. Короче, дал он мне, я что-то не помню, там, 400, 500 гривен, что-то, ну, короче, херню, блядь, на мазь там хватило, и все. То есть, тупо на мазь. Этот моток я сам восстанавливал, перья менял, руль подогнул, короче, так я его продал. На дыбке он становился вообще изи. Я когда продавал, купил молодой пацанчик, короче, с Диулей. Диуля продала свой телефон, короче, навороченный, и своему кентюгику, она была при бабках, короче, девочка, поняли? Пацану решила этот, короче, мупетшоу подарить, так скажем. И они приехали, короче, ко мне забирать его, все, бабками расплатились, созвонились, пятое-десятое. Он, короче, давит газулечку, и тут выходит бабка соседская, он, короче, чуть-чуть бабку эту не задавил-ка. Потому что он становится на дыбке, короче, и погнал, поняли? Он же чуть-чуть газа дает, а он резко сразу, вжух, и постартанул. Он в шоке, говорит, ничего себе, сколько дурий, короче, довольны, и поехали они, все чики-пики у них. Вот такая, ребятки, история. После того я купил свой следующий автомобиль. Про следующий автомобиль расскажу вам как-нибудь в следующем ролике, ребятушки, какой мой был первый автомобиль. Всем, ребятки, добра-бабла, позитива. Пишите, что у вас было первое, какой-то мотоцикл, мопед, скутер и так далее, и тому подобное. Я считаю, это был, в принципе, мотоцикл, потому что все у нас по закону считается как. Мотоцикл после 50 кубиков, до 50 это мопед. Так что, следовательно, фактически там было больше 50, я считаю, что это мотоцикл. Ехал, в принципе, достойно. И, я думаю, не хуже, чем 100 кубов. Да, сейчас сижу, монтирую видео, ребят, и что хотелось бы сказать. Самое главное, что хотелось бы добавить, то, что, ребят, в нем есть душа. Даже в этом маленьком мотоцикле, типа мопеда, в нем есть душа. И это незабываемо. До сих пор хочется купить мотоцикл и ездить на мотике. Хотя это и очень опасно. Ребятушки, будут у меня котлеточки на ужин. Три штучки скалы и салатики будут достаточно. Ну что, ребятушки, так, в принципе, и проходит мой день. Всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграмм. Группу таксистов внизу по ссылочке в описании. Также залетайте, кому надо, делайте страховочку. Всех обнял до хруста. Добра, бабла, позитива и мирного неба над головой. Держимся, ребятушки. Что нам еще остается делать? Только на позитиве. Субтитры сделал DimaTorzok